К другим новостям. Двое мужчин задержаны в октаву за разжигание религиозной розни в социальных сетях. Будучи сторонниками нетрадиционно-религиозного течения, посредством социальных платформ ВКонтакте и Фейсбук пытались завербовать гражданина Казахстана в Международную террористическую организацию. Факты распространения материалов экстремистского характера были выявлены полицейскими в 2017 году. Согласно статье 174 Уголовного кодекса, мужчинам грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Материалы по уголовным делам и в отношении мужчин направлены в суд. Стоит отметить, что со стороны правоохранителей усилился мониторинг и контроль представителей нетрадиционных течений. Но законом ужесточена ответственность за правонарушения. По словам правоохранителей, в 2017 году полицейские раскрыли более 50 преступлений, совершенных приверженцами деструктивных религиозных течений. Среди совершенных преступлений – умышленное убийство, сбыт наркотиков, похищение людей. В совместном с Управлением по делам религии полицейские выявили факты, имеющие признаки административных правонарушений в религиозной сфере, в их числе незаконная религиозная или миссионерская деятельность, незаконная продажа религиозной литературы, хранение запрещенных материалов. Так, на 25 граждан был наложен штраф в размере 2 миллионов тенге. Касательно двоих мужчин, им был вынесен приговор о ограничении сроком, а свободу сроком на 4 года. В отношении которых возбуждено уголовное дело по статье 174 УКРК, данное уголовное дело уже окончено производственным, направлено в суд. Один из вышеуказанных подозреваемых уже осужден к 4 годам ограничения свободы. Санкция за указанный вид преступления предусматривает от 3 до 7 лет решения свободы. Продолжение следует...